Новым Ryzen 7000 и сокету AM5 уже больше полугода, но как это принято у производителей процессоров, AMD сначала выпустила на рынок продвинутые чипсеты B650 и X670, и лишь недавно на полках магазинов стали появляться решения на базовом A620. В прошлом ролике мы как раз говорили, что разница у современных чипсетов незначительная. Сегодня мы это проверим. Я купил самую дешевую доску, которая у нас есть на рынке на A620, это MSI, тут даже нет радиаторов на зоне питания. Похоже, есть от Gigabyte, чуть дороже, скоро появится от BioStar. И вот такую на B650, более жирную, пользоваться я буду вот этой, только потому что здесь три разъема M.2, что мне крайне важно. Но в целом, есть ли разница в производительности? Если вы купите вот такую недорогую, 7600 Ryzen, или вот такую. Сегодня выясним, какая из них лучше гонит ОЗУ, справляется ли зона питания, есть ли смысл переплачивать за разгон процессора, и почему даже шестиядерный Ryzen 5 7600X это оверкилл для игр. На связи МК, продолжаем битву чипсетов. И да, мы никуда не пропадаем, у нас есть в соцсети, в Телеграм и ВКонтакте, ссылочки будут в описании, там мы каждый день для вас публикуем самые интересные новости. Поехали. Для начала, еще раз кратко пробежимся по чипсетам для АМ5. А620, самый простой, умеет гнать только ОЗУ, поддерживает с десяток различных USB и 8 линий PCI-Express 3.0. B650 умеет гнать еще и процессор, имеет под два десятка USB и 12 линий PCI-Express, 8 из которых уже 4.0. Поддержка четвертой версии PCI-Express на платах А620 есть, но реализуется напрямую через процессор, что дает один слот X16 для видеокарты и 4 линии 4.0 для SSD. Топовый X670 тоже гонит все, имеет под 20 различных USB и столько же линий PCI-Express. Е-версии отличаются только поддержкой PCI-Express 5.0 процессорными слотами. Ни одной видеокарты от AMD или Nvidia с ними нет до сих пор, так что это фича ради фичи. В итоге, интересными выглядят только А620 и B650. Первый базовый уровень для тех, кто подключает 1.2 NVMe SSD и не планирует заниматься разгоном процессора. А вот на B650 можно подключить уже три быстрых SSD и почувствовать себя оверклокером. Но, как я уже говорил в предыдущем ролике, финальное наполнение плат зависит больше от производителя. И плата от MSI это хорошо демонстрирует. У А620ME есть всего 6 различных USB и только 1 М.2. Не густо, но для обычного игрового ПК вполне достаточно. Тем более, есть еще 4 SATA. У элитной Gigabyte B650 Aorus наполнение побогаче. Уже 11 различных USB, не знаю кому столько нужно, и 3 М.2. Набор для рабочего компа хороший, для игрового, как по мне, перебор. Также, дабы сильнее разделить дешевую доску на А620 и более дорогую, первые оставили лишь два слота под ОЗУ. С одной стороны, ограничение серьезное, с другой, модули DDR5 обычно берут по 16 гигов, и 32 хватит любым играм до выхода Next-Gen консолей. Так что возможность впихнуть в B650 недорого 64 или дорого 128 гигов, конечно круто, но это уже больше для серьезных рабочих задач. Поэтому здесь больше интересно качество самой доски и разводка дорожек в ней. Будет ли А620 память гнать хуже, чем B650? Для проверки этого у нас как раз есть жирный комплект Adata DDR5-7200. Такую частоту ряженки не берут, поэтому получится узнать максимум каждой платы. Ну и последнее важное различие, это зоны питания. Так как на А620 процессор не гонится, здесь она сделана просто. 8 фаз без радиатора, из которых 6 идут на CPU, и 8 пин на питание процессора. Формально это позволяет дать плате до 300 ватт, что просто за глаза, так как на деле даже 16-ядерный 7950X больше 220 и 230 не ест. Сейчас узнаем, справится ли такая куция VRM с народным 6-ядерным Ryzen 5 7600X. Гигабайту на B650 таких вопросов нет. Полтора десятка фаз под мощным радиатором и 12 пин питания явно намекают, что гнать тут можно любой из текущих Ryzen. Но вот на сколько и какой ценой? С теорией закончили, перейдем к практике. А620 преподнесла много неприятных сюрпризов. Чипсет свежий, так что сразу же мы обновили BIOS на последнюю бета-версию, где улучшилась работа с профилями ОЗУ Экспо. Итогом стала максимально нестабильная работа платы. После применения профиля разгона памяти она могла зависнуть и не включаться даже после сброса BIOS. А если включалась, попасть в BIOS не удавалось даже через винду. Короче говоря, даже китайские дешевые матери на AM4 вели себя куда стабильнее. А ведь тут брендовое решение от MSI. Так что имейте ввиду, при покупке платы на A620 пока что BIOS максимально сырые и на простейший разгон памяти я потратил целый вечер. В итоге 7200 конечно взять не удалось, но это уже вопрос к Ryzen, а не к плате. Стабильной работы нам удалось добиться на 6200 МГц. При таймингах 36, 46, 46, 116. Задержки при этом около 75 миллисекунд. И результат для недорогой доски очень хороший. Заплатив уже 20 тысяч за гигабайт, мы остановились на 6400 МГц при тех же таймингах. Итоговая задержка в AID на пару наносекунд ниже. Будет ли разница в играх, скоро узнаем. Ну и раз B650 позволяет гнать процессор, сразу проверим потенциал нашего Ryzen 7600. Увы, теория о том, что производители выжимают кремний досуха еще на заводе, полностью оправдалась. Андервольтнуть CPU через ПБО-курву можно без проблем. Выставление минус 30 привело к тому, что процессор стал потреблять на 20 Вт меньше и греться на полтора десятка градусов ниже. Отличный результат, позволяющий камню удерживать более высокие частоты в тестах. А вот накинуть хотя бы лишнюю сотню МГц сверху под хорошим суперкулером нам не удалось. Так что в целом разгонного потенциала у 7000-х Ryzen нет. Можно, конечно, купить трехсекционную водянку ради сотни МГц, но оно того не стоит. Поэтому тесты шестиядерного 7600X будем проводить в трех режимах. На плате МСАИ А620 с разгоном ОЗУ до 6200 МГц, на B650 ГБ с разгоном памяти до 6400, и на нем же включенным ПБО на минус 30, то есть с андервольтингом, который в случае с процессорами AMD в том числе поднимает частоту под серьезной нагрузкой. Системы игры стоят на топовом NVMe SSD, используется видеокарта RTX 3080 Ti. И для начала немного синтетики и рабочих задач. Моделируем максимальную нагрузку на процессор в Cinebench R23 и видим некоторый разброс значений. На А620 результат порядка 14500 попугаев в многопотоке, на B650 без андервольтинга 14900, с ним уже 15400. При этом даже после 30 минут стресс-теста простенький ВРМ на А620 не прогрелся даже до 75 градусов, то есть с шестиядерным 7600X такая плата справляется хорошо, но не идеально, так как разница между А620 и B650 в стоке все же есть, около 3%. Так как в такой синтетике частота ОЗУ абсолютно не влияет на результат, смотрим на буст процессора. И вот тут уже заметное отличие. Если на простенькой плате процессор удерживает 4950-4975 МГц при 90 Ваттах, то на более дорогой 5150 при 107 Ваттах. То есть А620 все же слегка ограничивает возможности даже простого шестиядерника. Поэтому ставить на такую плату 8 и более ядерные CPU точно не стоит. Также хорошо видно, что MSI явно перестраховались. ВРМ способен отдать на десяток Ватт больше, чтобы полностью раскрыть процессор. Андервольтинг дает еще около 4% производительности, то есть в сумме различия 7-8%. Не густо, но это ожидаемо с учетом пропорционального роста частоты до 5,3 ГГц. Зато есть ощутимый выигрыш в теплопакете. Процессор похудел почти на 15 Ватт. И поэтому вместо неприятных 95 градусов по ядрам, нагрев не доходит и до 85. На очереди тест числа дробилка от 7-Zip. На А620 результат около 96 гипсов. На B650 – 99. С Андервольтингом удается перевалить за 101, то есть разница около 3 и 2% соответственно. Буквально уровень погрешности. Переходим к 3D-марку. Нам здесь интересны игровые попугаи процессора. На А620 их 9400, на B650 – 10000. Андервольтинг позволяет выжать 10300. На удивление, именно в игровом бенчмарке разница максимальна. 6,3% соответственно. Ну и под конец тест рендеринга видео в премьере. На А620 тестовый ролик в 4К система отрендерила за 8 минут и 26 секунд. На B650 время немножко меньше – 8 минут 14 секунд. Андервольтинг позволил снизить его до 8 минут и 5 секунд. Разница опять же не превышает 5%. Едва ли будет заметна на практике. В итоге по рабочим задачам переход с А620 на B650 с учетом хорошей ОЗУ и тонкой настройки напряжения дает максимум 5-10% лишней производительности. Что сложно назвать сколько-нибудь серьезной величиной при переплате в 2 раза. Единственный значимый плюс за B650 – это возможность андервольтить процессор, тем самым снизив нагрев на десяток-другой градусов. Но с другой стороны, самые дешевые из продающихся плат на этих чипсетах отличаются на 3-4 тысячи рублей или 30-40%. Так что можно смело утверждать, что в случае с народным 6-ядерным 7600X игра свеч не стоит. Перегрева в зоне питания на А620 нет, разница в производительности мизер, поэтому плату на B650 для рабочего ПК имеет смысл брать только если нужно больше интерфейсов. Ну или если вы планируете апгрейд на 12- или 16-ядерные камушки в будущем. Теперь посмотрим, что в играх. Начнем с польского унижателя с железа 2077. Хотя не в этом случае. 6-ядер на Zen 4 оказались настолько мощными, что недогруз RTX 3080 Ti получился только при включении DLSS на ультрапроизводительность. То есть родное разрешение вместо 1080p стало 360. Только так получилось протестировать именно процессор, и 7600X тут не подвел. Все-таки тяжелые игры нагружают CPU не сильно меньше синтетики. Поэтому даже на А620 6-ядерная ряженка потребляла под 90 Вт. И при этом частота до максимальных 5-45 ГГц не доходила. Она колебалась около 5,3-5,4 ГГц. В среднем итоговые 114 FPS и разница с B650 на фоне погрешности. Эта плата увеличила число кадров всего на 2. И при этом, что интересно, частота также не была стабильно максимальной. Но ситуацию спас Андервольтинг. С ним 7600 стабильно бустил в кибербаге до 5-45 ГГц на B650. Но на итоговый FPS это повлияло слабо. В реальном геймплее отличить 116 от 119 кадров не сможет даже киберкатлет во втором поколении. Посмотрим, что будет в солнечном Far Cry 6, который имеет явный упор в пару ядер. Снова 1080p и ультра настройки. Чтобы убрать упор в видеокарту, мылим все это FSR первой версии. Как итог, на обеих платах CPU бустил выше 5-4 ГГц, потребляя около 70 Вт. Так что результаты снова близкие. 106 и 112 кадров в секунду в среднем. Поэтому Андервольтингом здесь ничего не исправить. Та же частота у 7600X и тот же средний FPS. Отвлечемся от шутеров и перейдем к гоночному фестивалю в Мексике Forza Horizon 5, которая при смене настроек заставляет перезагрузить игру. И это дико бесит. Она отлично оптимизирована под многопоток, поэтому 150 FPS в среднем на ультра с DLSS на производительность не удивляет. Разница между дешевым A620 и более дорогим B650 снова на уровне погрешности. Так как и там и там процессор бустил выше 5-4 ГГц, а потребление держалось около 80-85 Вт. А вот где разница в частоте появилась, так это в наконец-то добравшись до ПК Last of Us. Игра получилась красивой и этот порт очень требовательный к процессору. Настолько, что потребление 7600X в ней близко к Cinebench R23. Так что здесь разница по частоте CPU между платами есть. На B650 камушек бустит на 50-100 МГц выше. Но все еще при частотах за 5 ГГц это буквально никак не отражается на реальном геймплее, ибо средний FPS уходит нередко за 120-150. Андервультинг, с одной стороны, снова позволил 7600X бустить до максимальных 5.45, но опять же разница в частотах около пары процентов, и она практически не повлияла на итоговый FPS. И определить без подписи, где какая запись геймплея у вас не получится. Ну и под конец еще одна процессорозависимая и крайне красивая игра Plague Tale Requiem. Спасибо Unreal подобному движку, фризы на сложной и рыночной локации есть даже на быстром 7600X, а я тут вам показывал в прошлом ролике 5500 и 12100. Но в целом здесь обе платы снова выступают одинаково, так как процессор на обеих бустит выше 5.4 ГГц, обеспечивая 80-90 кадров в секунду. Пора подводить итоги, которые здесь не совсем однозначны. С одной стороны, да, младшая плата на A620 слегка ограничивает возможности даже простого Ryzen 5 7600X, отдавая ему максимум 90 Вт. На B650 процессор может развернуться куда сильнее, получая больше сотни Вт, что приводит к разнице в частоте в рабочих задачах и тяжелых играх около 50-150 МГц. Но с другой стороны, даже в теории такая разница частоты составляет лишь несколько процентов, и заметить отличие в живом геймплее просто нереально. При этом опасения насчет перегрева в РМ оказались совершенно напрасны, 75 градусов на мосветах можно назвать отличной температурой для такой недорогой платы. Также нет серьезных различий по разгону памяти, разница между 6200 и 6400 опять же будет видна лишь в синтетике типа AIDA64. Поэтому связку A620 и Ryzen 5 7600X можно назвать удачной. А с учетом того, что в продажу скоро поступят более урезанные и дешевые 6-ядерники типа Ryzen 5 7500, которым с головой хватит 90 Вт, этот чипсет отлично подойдет для сборки игрового ПК даже выше среднего уровня, так как процессоры способны вытащить карту уровня RTX 3080 Ti или RTX 4070. Есть ли плюсы за B650? Да. В первую очередь это больше интерфейсов. Четыре слота под ОЗУ, три разъема М2. Все это позволяет собрать серьезную рабочую станцию. Есть даже антенка с Wi-Fi. Также после покупки не лишним будет вспомнить про андервольтинг через PBO. Он позволяет скинуть 20 градусов и еще немножечко нарастить производительность, даже в случае с простым 6-ядерником. Для 200-ваттных Ryzen 9 это вообще мастхев. Поэтому, если вы рассматриваете к покупке недорогой игровой ПК на свежих Ryzen, не стоит сбрасывать чипсет A620 со счетов. Даже с двумя модулями под ОЗУ никаких проблем. Купили два по 16, получили 32 гигабайта быстрой памяти. Косяки с BIOS рано или поздно все равно профиксят. Но ограничения по интерфейсам совершенно не важны для игр. В итоге, как по мне, у AMD получилась отличная стартовая платформа в мир современного сокета IM5. И единственное, что здесь не радует, так это цена. 10, 11 и даже 13 тысяч за самый базовый чипсет, когда на A610 у Intel на современном LJ1700 доски стоят вдвое дешевле. С другой стороны, переход на B650 обойдется вам вдвое дороже, поэтому тут уже нужно подумать. Вот эту плату мы разыграем чуть попозже, когда придет 7600 инженерный из Китая, который мы заказали. Посмотрим, есть ли разница между оригинальным, который я купил, по-моему, за 17 тысяч по скидке. Тот обошелся мне порядка 12-13 тысяч. Поэтому разница в цене существенная. Будет ли разница в производительности, посмотрим. И разыграем вместе с этим комплектом на вот этой плате, которая немножечко упала. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Все ссылочки вот там вот внизу. Переходите, читайте нас в Телеграм. Там очень много интересных новостей. Мы, правда, стараемся, чтобы вся информация нужная из IT мира была у вас в телефоне очень кратко на одной картинке. В общем, еще увидимся. Пока. Пока.